Команда девятой школы «Юность» с соревнованием «Зорница» готова. Командир Сагитов Марат. Так четко и громко капитаны команд доложили главному судье игры о своей готовности к состязаниям. Хоть военно-спортивная игра и проводится каждый год, перед стартом волнуются не только участники, но и организаторы. Данная игра позволяет выявить самую лучшую команду. Здесь представлено детям семь этапов, где они могут показать свои спортивные направленности. Также здесь будет конкурс на заваленке, где не только бегают и прыгают, но еще и должны спеть песню. В конце всей данной игры, где, конечно же, выявится обязательно победитель, все будут награждены кашей гречневой. Каждая из команд выбрала себе название, выучила девиз и, конечно, принесла флаг. Это необходимый артефакт, который не только является важным символом. В самом конце, по прохождении всех этапов, стяг нужно будет выдрузить на гору. Команда шестой школы в прошлом году оказалась второй в гонке за лидерство. Поэтому в этот раз мальчишки признали, что постараются взять реванш. Мы хотим занять первое место. В том году у нас не получилось. В том году заняли только второе. А что не позволило вам в прошлом году первое место? Ну, у нас, когда тоже был бег. Когда там, на последнем этапе вроде у нас. На последнем этапе соскользнули были и упали. Мне кажется, мы сегодня займем первое место. Мне кажется, серьезные команды. Суш номер 16, 11 и Амзя. Уходи в край. Ура, уходи. В лагу, уходи. Локти, локти нет. В каждой команде пятеро парней и одна девушка. Им предстояло преодолеть семь этапов, каждый из которых максимально приближен к реальным условиям. Проползти под веревками – первое задание. Здесь важно не задеть натянутые нити. Далее ребята переходят на каток, где нужно было отправить шайбу в импровизированные ворота. Шесть попыток, шесть шайб, но мало кому удалось достичь максимального результата. Сказывается волнение и старание быстрее завершить этап. Метание гранаты – еще одно испытание на меткость. До флага, который находится в десяти метрах, снаряд добросили трое участников третьей школы. Это был самый лучший результат на данном этапе. Отметка от судей конкурса и ребята отправились преодолевать снежную трассу. Сложности добавляли сугробы, в которые то и дело проваливались ребята. Проваливались, но продолжали бежать вперед. Наша школа пробежала, кадеты пробежали. Пробежали, пока на этот этап лучшее время показали по пробежке. Но очень много набрали штрафных баллов. Особенно то, что волновались, переволновались. Поэтому почти минута штрафа только будет. Неплохо получилось. У нас этапы получились и гранаты, и первая медпомощь очень хорошо получилась. Молодцы. Практически без ошибок, без ничего сделали. Очень хорошо. Болото, кочки, прохождение кочек неплохо. Ну, мышеловки неплохо. Как отмечают организаторы, в игре есть испытания по основам безопасности, физической культуре и топографии. Так ребята на практике поймут, каким образом могут пригодиться знания, полученные в школе. Все этапы максимально приближены к реальным условиям и при этом проверены на прочность. Хорошая, видно, подготовка. Особенно, кто занимается спортивным ориентированием, сразу заметны навыки. В принципе, не так все сложно. Главное, не суетиться, не теряться. Ну, ребята справляются. Есть ошибки, вперед ногами носим пострадавшего. Ну, это так, это мелочи как бы. А так, в принципе, нормально. Плодцы. В итоге все команды в полном составе финишировали и водрузили свои флаги на горку. Однако, меньше всего штрафных баллов за ошибки набрали ученики школы номер 6. Они стали лидерами среди общевыразовательных учреждений. Кадеты из третьей показали только шестой результат. А вот среди заведений дополнительного образования первыми стали хозяева соревнований и воспитанники ЦРТДЮ, обогнав ребят из центра Венет. Илья Ахметова, Альберт Гарипов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Илья Ахметова damn jueя «Ежед investigол». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова